До торжества еще час, а у зданий филармонии уже собираются те, благодаря кому более полувека назад городской молодежный клуб стал флагманом культурной жизни Куйбышева. Ольге Целебровской в то время было чуть больше 20. Будучи студенткой мединститута, она вступила в клуб самодеятельной песни. Походы, творчество, посиделки у костра – это говорит на всю жизнь. Я считаю, что мне крупно повезло в жизни, и это была первая удача, то, что я попала в клуб самодеятельной песни. Это такой непередаваемый дух, это такая общность интересов, это такая дружба. Вот мы до сих пор встречаемся. Ребята со струковских лавочек, чьи умы бурлили идеями. Именно там, на встречах в саду в годы оттепели и было положено начало легендарному ГМК-62. Молодые энтузиасты организовали в закрытом тогда городе концерты Владимира Высоцкого, стояли у истоков создания Грушинского фестиваля. В день 55-летия городского молодежного клуба его активистов и основателей поименно вызывают на сцену. Благодаря Валентине Вороновый город в начале 60-х увидел работы молодых художников и фотографов. Творческие решения порой были слишком дерзкими для советских нравов. В закрытом городе, который был тогда Куйбышев, мало того, что выставки такие были, У нас выставлялись даже, ну, за которые нам иногда летало, вот, обнаженные, то есть. Это был не просто глоток свежего воздуха, а это был такой порыв, такой, можно сказать, шторм, что он воплощал наши идеи, а идеи у нас было масса. Врачи, общественники, политики, они и сегодня полны творческих сил. В день юбилея клуба, который стал уникальным явлением для всей страны, активисты ГМК-62 получают награды из рук главы Самары Олега Фурсова. Вся та молодежь, которая увлекалась в деятельность городского молодежного клуба, имела блестящие перспективы, и они позднее были реализованы. Какие характери раковались в то время? Эти характери оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие нашего города. Поэтому мы с большим удовольствием поддержали инициативы ваши по открытию мемориальной доски, по проведению выставки, по организации сегодняшнего мероприятия. Творческие традиции, которые более полувека назад заложили активисты городского молодежного клуба «Живые сегодня», в Самаре до сих пор проводятся фестивали джазовой музыки, проходит конкурс имени Дмитрия Кабалевского. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.